Покупайте монеты у крабов, собирайте сильную команду FIFA. Краба.ру. Там низкие цены и высокое качество. Ссылка в описании. Всем привет дорогие друзья, с вами вновь развлекательный канал S&G. Меня зовут Слуцкий Александр. И наконец-то, наконец-то на канале продолжается карьера за Зенит. FIFA 15 и это четверть финал Лиги Чемпионов против Шальки будет в этой серии. Первый матч в гостях сыгран. И что самое интересное, что в реальном футболе сейчас команда Зенит на сборах и они поселились в одной гостинице, по-моему, с как раз футболистами Шальки в Катаре. Именно там проводят первые свои занятия после отпуска. Ну а мы после новогодних праздников возвращаемся в эту карьеру, возвращаемся к своей цели выиграть Лигу Чемпионов. Видим бомбардиров Криштиану Роналду, Габриэль Акбон-Лахор и Томас Мюллер. Это три лучших снайпера Лиги Чемпионов. Рад я видеть нашего нападающего в списке этих великих и надеюсь, что он продолжит в том же духе. Я, если честно, все подзабыл, какой состав я планировал выставить с немцами, какую тактику планировал. Но ничего, сейчас будем все вспоминать и самое главное, что нам нужно побеждать, это самая главная задача. От этой задачи мы никогда не отказываемся. Приятно видеть, да, один и тот же, одно и то же слово на футболках обоих клубов, да, один и тот же спонсор. Ну что ж, сыграем в белой, наверное, все-таки в форме, да, гостевой, все-таки мы в гостях. Итак, смотрим на состав. Обьянк немножечко устал, Вицель, Черышев, Акбон-Лахор. Ну что, Данни Халк, это понятно, Рандон или Акбон-Лахор. Ну давайте Рандона выставим. Акбон-Лахор, если что, выйдет попозже, чуть-чуть и заменит Акбон-Лахора. Наоборот, Рандона, да. Гарсию, там меня просили, чуть ли не в каждой серии, в комментариях я видел от одного из подписчиков просто, выпускай Гарсию, выпускай Гарсию. Но я еще раз вам повторяю, друзья, он хороший опорник, но в атаке он практически бесполезен. Хотя у нас Тиатэ очень сильно устал, поэтому я думаю, что можно его сейчас в запас хотя бы поставить. Рязанцев, Самсуров в центр, в центр, в центр, кого бы в центр. Блин, очень тяжелый у нас календарь, вам напомню, поэтому очень многие устали. Ну что ж, запас будет следующим. Самсуров, Черышев, Акбон-Лахор, Анюков, Рязанцев, Гарсия и Малафеев. А стартовый состав на ваших экранах. Надеюсь, что эти ребята покажут всю свою мощь, и мы сможем достойно, достойно сыграть в Германии и, по крайней мере, не проиграть. Для гостевого матча это вполне сойдет, как мне кажется. Ну, а Рандон головой уверенно очень, смотрите, забивает. Что за подлагивание? Фифа. Давай ты будешь без этого сегодня. Я надеюсь на тебя. Велтинс-Арена и отличный перформанс устраивают болельщики Шальки. Играем в Гельзенкирхене, да? Параллельные четвертьфиналы. Кстати, два уже сыграно. Баруссия взяла и обыграла Манчестер-Сити. А Бавария, я, к сожалению, не успел посмотреть, каким образом завершила свой матч. Показывает нам крупным планом Хюнтеллара. Один из главных нападающих немецкого клуба. Явно с ним будет нам непросто. Хотя у нас есть Гарай и Брызгалов. Это пара защитников. В последних матчах демонстрируют очень уверенную игру. Состав Шальки на ваших экранах. Дракслер, Мейер, Фарфан, Буатенг, Хёгер, Аога, Хёвидес, Матип, Ушида. Состав очень-очень-очень даже неплохой. Обслуживать сегодняшний матч будет Валенте Лара Забаль. Судья из Испании. Надеюсь, что ошибок допустит он минимальное количество, либо вообще не допустит. Ну и нашего капитана показали. Эсиквеля Гарая. Ну что ж, поехали. Матч начался. Зенит с центра поля. И перепасовочка первая на своей половине. Гарай. Набрызгалова. Ну что ж, нужно освоиться на чужом поле. Понять, что ждет от нас соперник. Чего ждать от этого соперника. Освоиться, еще раз повторюсь. Да, и начинать организовывать опасные атаки. Я думаю, в плей-офф Лиги Чемпионов все так и делают. Обычно Шатов. Вицеля увидел. Вицель увидел Дани, но передача совсем-совсем не точна была. И сейчас нужно отобороняться. Хёгер. По правому флангу атакует Шальке. Опять начинаются какие-то мини-подлагивания, друзья. Сразу прошу прощения за них. Давно не записывал FIFA, поэтому может такое происходить сегодня. Фарфан на правом фланге. Крутит-вертит. Дани тут не успевает на перехват. Но Вицель подстраховал. И сразу на Шатова. Шатов ушел в центр. Видит Халка. Халк. Рандон. Шатов. Неплохая перепасовка. И Шатов забрасывает на Халка мяч. Бразилец получит его. Да, получает мяч бразилец. Дважды развернулся. Но кто? Кто поможет Халку? А Халку никто не нужен. Он зарабатывает 11-метровый пенальти. И штрафной удар. То есть пенальти, да. Аого. Какой небрежный подкат. Денис Аого. Ты же у меня в ультимейт-тим. А тут что ж ты сделал? Да. Чистый зацеп. Чистый зацеп. Халк там накрутил на фланге. Но зачем? Зачем нужен был этот подкат? Этого защитника подстраховывал его партнер. Ну да ладно. Ведь цель у мяча нужно забивать. Удар и мяч в сетке, друзья. 1-0, Зенит. Отличное начало. Отличное начало четверть финала. Но мы должны проходить шальки. Мы должны проходить шальки. Это не тот соперник, на котором мы должны останавливать свое шествие по Европе. Мы, между прочим, Барселону прошли. Рандон. Отличный перехват. И пяткой сразу на Шатова хотел сыграть. Не получилось. Тут же отработал. Обьянк. Гарай. Можно чуть назад. Да, здесь Смольников. И переводит мяч в центр на Брызгалова. Вицель. Разворачивает атаку через Рандона. И снова Халк. Смотрите. Почему-то теряют бразильцы. Бразильцы-немцы. Странно. Шатова. Нашатова на вес. Там закрывали Олега. Контратака шальки. Буатенк. Тут Вицель немного не успел в центре. Вот это вот опасно может быть. Парфан. Что будет делать? На фланге. И на вес. Гарай должен сыграть. Сыграл. Халк успеет. Нет. Бразильцы не успел к мячу. Аут в пользу шальки. По левому флангу атака. Ой, ошибка какая. И Халк разгоняет атаку. Рандон делает забегание. Халк ждет, 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 ждет. Увидел Рандона. Рандон успеет. Успевает Рандон. Рандон. 2-0. Какая ошибка футболистов немецкого клуба. И привела она к контратаке. Халк взял, протащил мяч через все поле. Отдал передачу на Соломона Рандона. И тот уже расстрелял. Расстрелял при выходе 1 на 1. Галкипера хозяев. И это уже 2-0, друзья. Это уже серьезно. Это уже действительно серьезно. Хеведес. Бенедикт. Пытается, пытается, пытается начать атаку. Вицель здесь не успевает в отборе. Шальки продолжает. Хегер. Хюнтелар. Мэйр. Майер. Как его? Вицель. Отличный отбор. Шатов. Да что за подлагивание, ребят. Еще раз прошу прощения. Отвык. Отвык мой компьютер записывать FIFA. Надо поднастроить все для записи опять. Надеюсь, что у меня это получится. И лаги опять перестанут возникать. Вицель. Халк. Снова Вицель. Ну вот, набрызгалово. Неплохо. Ансальди. Смотрите, шальки даже не прессингуют. Это очень странно видеть. Очень как-то легко мы владеем мячом. Немцы не позволяют себе раскрыться, да? Не позволяют себе пойти в жесткий прессинг. Рандон тут получает мяч. Видит Вицеля. Вицель. Вицель. Нет. Но, кстати, они могут убежать в контратаку. Вот видите, мы большими силами идем вперед. Оставляем зоны за своими спинами. Этим клуб из Германии может воспользоваться. Боттенг. Но они же дошли до четвертьфинала. Значит, у них есть потенциал, по идее. Вот сейчас через фланг подача Ладыгин. Очень уверенно. Юрий забирает мяч и играет на Игоря Смольникова. Через правый фланг. Снова через Халка играем. На сей раз бразильца накрыли. Но сегодня бразильца очень хорош. Можно поиграть, попробовать еще через португальца нашего. Через Дани, через другой фланг. Может быть и он что-нибудь придувает. Мигель. Пытается, пытается пройти. Пролез. Смотрите, продрался. И видит Шатова. Но не точный пас отдает Мигель. Кстати, в реальном футболе, опять-таки, возвращаясь к сборам Зенита, Дани все-таки проводит первый сбор с командой. И прошел медобследование. Посмотрим, что будет дальше. Останется ли он таки в клубе. Рандон! Сегодня тоже хорош. Шатов! Далеко отпустил Олег мяч. Вот Олег сегодня немножечко, немножечко в тени. Немножечко выпадает из командной игры. А ого! У него, кстати, желтая карточка за тот подкат. Да, за то нарушение в штрафной. Которая привела к пенальти. Ого! Центрный вид целя. Смольников. Нужно добороться. Смотрите, сейчас Шалькина сел. Насел на ворота Зенита. Что, в центр пас? Да, в центр пас. Дальше пятка. Контролировать все. Контролировать нужно все зоны. И вот Смольников, к сожалению, будет угловой. 43-я минута матча. 2-0. Зенит в гостях. Очень уверенно пока что разбирается с Шальки. Навес. Гора. И выиграл мяч. Подбор за Шальки. Может быть удар? Нет. Наброс штрафную. И здесь выбить мяч. Хорошо. И снова подбор за Шальки. Да, последние минуты тайма. Немцы проводят очень активно. Я ждал этой активности. Но чуть раньше. Не при счете уже 0-2. Но смотрите, немцы наседают. Продолжают, продолжают наседать. Разобрался, как здесь. И Боатенк. Нет. Брызгалов. И в контратаку. Рандон. Нет. Ушида. Его опередил. Снова нужно обороняться. Да, друзья. Вот сейчас нам будет нелегко. Вот я уже чувствую, да. Немецкие клещи. Убьянк. Убьянк. Вицель. Дальше Дани. Передача. Но там офсайд. Рандон был ближе защитников к чужим воротам. Три минуты. Арбитр добавил к первому тайму. Пока никаких нареканий его действия в этом матче не вызвали. Ух, какой удар. Ну, такой первый достаточно опасный момент у ворот Зенита. Благо, что он был единственным, по сути. Ну, что ж. 2-0, друзья. Первый тайм. А тем временем Ювентус принимает Реал. И там пока ничья. 1-1. Ну, что ж. Замен пока, наверное, делать не стоит. Все меня устраивает. Кстати, Дани. Немножечко, да, выпадает вместе с Шаттером. Халк хорош. Рандон хорош. Левый фланг бы еще заработал. Был бы вообще замечательно. Дракслер. Центр. Через правый фланг опять атакует Шальки. Тут они, может быть, нашли какую-нибудь слабину в действиях Зенита. И Ушида там вместе с Дракслером пытаются раскачать. Вот снова смотрите на этот фланг пас Брызгалов. Почему же не включился дальше в отбор? Ну, что ж. Видимо, поступили указания команде от тренера бить больше издалека. Из-за штрафной. Потому что внутрь Зенит футболистов Шальки не пускает. Но издалека можно попробовать. Хотя Ладыгин должен работать как надо. Рандон не очень неудачный пас. Почему-то не туда пошел этот пас. Абьянк на перехвате здесь. Это уже Ансальди. Занял он позицию нашего главного левого защитника. Дани. Уходит раз, уходит два. Ушида. Здорово сработал. Нужно бежать, бежать в оборону. Ведь цель немножечко не успел закрыть свою зону. И здесь уже образовалась такая свобода у Шальки. Навес горает. Здорово. Снимает весь верх Халк. Давай, бразилец. Ты сегодня хорош. Снова разгоняется. Бразилец. Аого. У него есть желтая карточка. Не бойся его, Халк. Здорово. Прошел. Что дальше? Еще режет угол. Все-таки под карт. И снова Аого. Ох, как рисковал. Мог ведь второй пенальти Деннис заработать. И вообще удаление получить. Но тут чисто в мяч сыграл. Давайте, Халк. Что такое? Странная замена посреди углового. Но да ладно. Сидней Сэм. И еще один футболист появляется на поле. К сожалению, не успел я прочитать кто. Дайте нам подать таки угловой. Пифа, что с тобой не так? Не понимаю. Халк. Давай. Навес Халка. Горай. Не допрыгнул. Аргентинец. Контратака Шальки. Посмотрим. Нюстаттер. Вот кто еще появился на газоне. Пытается освежить игру. Посмотрим, принесет ли это пользу. Шальки. 0-4. Сэм. И снова правый фланг. Но тут уже и Рандон сюда сместился помогать. Дани. Ой-ой-ой. Мигель. Так. Ладно. Мигель, Дани. Давай ты покинешь все-таки поле. Выйдет Черышев. Вместо тебя. И я бы Рязанцева поставил в центр. Там Обьянк тоже подустал. Именно мне кажется из-за того, что Обьянк подустал. Он не успевает помогать левому краю обороняться. Из-за этого там Шальки постоянно пытается этим воспользоваться. Но теперь там Рязанцев. Посмотрим. Может быть станет получше. Свеженький Рязанцев. Хотя позиции у него мы знаем не в центре. Но ладно. Ушида. Навес. Здесь уже Горай не успел. А здесь уже Горай не успел. А Смольников проиграл борьбу. И тот самый Сэм, да? Вышедший. Со скамеечки. Один мяч отыгрывает. И все-таки гол нам пришел справа фланга. А ты посмотри. Все-таки продавили. Немножечко запоздалая замена с Рязанцевым. Чуть пораньше надо было выпустить Александра. Ну да ладно. Ансальди. Рязанцев. Дани. Рязанцев. Рандон. Шатов. Ну кто? Кто поможет? Олегу. Олегу кто поможет? Никто не открылся, к сожалению. Под пас. Атака Шальке снова. Хюнтелар. Сэм. Развернулся. Этого парня надо держать. Теперь и левый фланг. Смотрите. Достаточно активен. Хюнтелар. Брызгалов выиграл борьбу. Рандон. Шатов. Рандон. Олег. Ждет, ждет забегания. Черышева. Черышев. Хорош. И подача. Рандон. Два защитника против Соломона были сейчас. Халк. Ушел. Но блин. Тут сложно. Вицель. Халк. Почему же не на Вицеля то? Ах. Вдвоем туда побежали в одну зону. Но и защитник. И Вицель. Что получилось? Вы видели. Ничего не получилось толком. Халк. Делает перевод. Опасный перевод. Рискованный перевод. Но выиграли мяч. Снова Черышев. Ушел от подката. Шатов. Центр пас. Рязанцев пробежал момент. Принятие мяча, так скажем. Так. У нас есть еще замена. Давайте. Рандона заменим. Центральный свежий нападающий нам бы сейчас вообще не помешал. Ого. Сам, сам, сам тащит. И забрасывает вперед. Горай сейчас ошибся. Неправильно выбрал момент. Прыжка. Брызгалов здесь. Навесами решили поиграть. И дальними ударами, да. А у нас-то вообще перестали получаться удары. У нас, кстати, два удара, два встворы, два забитых мяча. Как ни странно. Реализация на высшем уровне. Халк. Акбон Лахор. Нарушил, да, правила? Нет. Смотрите, сутья показывает, играете. Габриэль Акбон Лахор странно сейчас действовал. Очень как-то заторможенный. Но сейчас надо отрабатывать в обороне. Отрабатывать! Очень опасно. Ладыгин был бессилен уже. Давайте так, в суперзащиту. И просто на владение сейчас играем. Халк. Ну как играть на владение, если там Шатов забегает вперед? Очень хорошо. Нет, это Акбон Лахор, кстати. Снова Шальки вперед. Они этими забросами, навесами сейчас нас могут просто... Вот снова, смотрите, заброс идет. Ладыгин. Хорош. Убивает вперед. Акбон Лахор, Рязанцев. Снова Акбон Лахор, должен убегать. Свеженький Акбон Лахор, должен убегать. Остановился. Прошел. Ударил. Шатов добить. Ну что за удар, Олег? Разве тебя этому учили? Нужно было сейчас добивать Шальки. 3-1 и ехать в Санкт-Петербург с таким счетом. Было бы очень комфортно. Но нет. По-прежнему 2-1. 89-е. Немцы пытаются, пытаются сейчас что-то сделать. Вицель пролетает мимо. Ладыгин выходит. Ну как так-то? Ну почему здесь образовалась такая дыра? Прямо по центру. Смотрите. Рязанцев убежал. Да. Может быть моя ошибка то, что выпустил я Александра. И вынимаем. 2-2, друзья. Камбэк от Шальки. Но они действительно прибавили в конце. Шатов. Рязанцев. Вицель. Видит, видит Халка. Видит Халка. Но там Ауго. Перестроился что ли как-то? Стал. С бразильцем справляться во втором тайме. Вперед. Вот. Фарфан. Цель там упадает. Да что ты будешь делать? Да что с командой произошло? Очень жаль. Очень жаль. Очень комфортный счет мы упустили, друзья. Да, это действительно так. 2-0 вели. Но в итоге 2-2. И Шатов мог забивать третий. И там бы уже все было решено. Но. Реал, кстати, выиграл 2-1 в гостях. И, мне кажется, мадридцы выйдут в полуфинал. С Динамо у нас матч, кстати, очень важный тоже. Ну что ж, давайте мы замотивируем Зенит. Ну и, как вы понимаете, в следующей серии матч против Динамо. Кстати, назван лучший игрок месяца. Ну-ка. Загоев. Неплохо. Молодец, Алан. Напомню, что в чемпионате у нас на 3 очка отрыв от Спартака. На 6 от Краснодара. Тоже тут еще вся борьба впереди. Еще 7 матчей целых. Что тут? Призовой фонд турнира. Кубок России 250 тысяч 800 долларов нам дали. Ну что ж, неплохо. Так. Тимащук. Я не играю с командой, это лишает уверенности. Я не знаю, что не являюсь ключевым игроком. Поэтому вопрос, могу я отправиться в аренду? Продать. Джорджевич хочет уйти. Да, все собрались покидать Зенит, я смотрю. Ну. Подождите, ребята. Подождите. В следующей серии, друзья, матч против Динамо. Потом, наверное, будет ответный против Шальки. Да, я так понимаю. Да, да, да. Через 2 дня сразу же. Так что нужно беречь опять лидеров. К битве в Санкт-Петербурге. Потому что там уже Шальки опять-таки бросится. Вот как во втором тайме они это сделали. Хорошо, что мы 2 забили до этого. Увидимся, ребятки, в следующей серии. Лайк за то, что карьера продолжена. Оставляйте также и комментарии. Всем пока.